Музыка Меня зовут Антон Шипулин, я работаю в команде развития бизнеса кибербезопасности промышленных систем лаборатории Касперского. Я отвечаю за формирование программы, выступлений, деловой программы, за выбор спикеров, приглашение спикеров, убеждение спикеров. Было большое количество заявок, но зачастую люди не обращают внимания на то, что специализацию конференции присылают много заявок на общие темы по кибербезопасности. Количество слотов, к сожалению, ограничено, программа не резиновая, многим отказывали, с сожалению, приглашали в следующем году участвовать. В этом году количество участников достигло 300 человек, мы, соответственно, растем из года в год. Самых лучших спикеров мы отбирали, это и российские спикеры, и, соответственно, зарубежные эксперты. Есть коллеги из США, из Европы, из Ближнего Востока, с Азии и так далее. Более 20 стран представлены здесь. Интересные такие вау-доклады приходят именно в технической направленности исследования. Собственно, там большое количество таких докладов у нас в технической сессии. Хороший доклад у коллег из Сингапурского университета технологии дизайна. Они всегда делают хорошие качественные исследования, у них отличная база исследовательская. Они в прошлом году докладывали про свои исследования по моделированию атак на объект водоочистки. И в этом году они рассказывают, как они сделали систему тестирования безопасности, автоматическую систему. Тестирование будут докладывать. В общем, ну, они одни из самых интересных. Интересный доклад Марины Кратофил, которая сделала обзоры в своем мнении, в свои предложения для совершенствования существующей базы техник атакующих, митры атак. Эта база пытается задать единый язык общения между исследователями, между производителями решений, между заказчиками, которые хотят проверить свои решения, протестировать. И эта концепция многим нравится в интерпрайзе, и, соответственно, мысль пришла, что это надо перенести в технологический сегмент. В прошлом году киноспикером нашей конференции выступал Марти Эдвардс, бывший директор американской DHS ICS-CERT, Центра реагирования на инциденты, которая одна из лидирующих организаций по управлению уязвимостью, по разработке рекомендаций по кибербезопасности. Он рассказывал нам про подход, опять же, к моделированию агроз, о том, что необходимо думать, прежде чем защищать, необходимо думать, как злоумышленник, чтобы понимать, от чего защищать. Он очень хотел приехать в этом году, но у него не получилось с предсумительным обстоятельством. Надеемся, что увидим его в следующем году. Что касается этого года, нам удалось пригласить тоже одного из лидеров отрасли, Дейла Питерсона, который открывал нашу конференцию. Дейл признанный эксперт и большой драйвер этого рынка, в принципе, глобальный, поэтому большая удача иметь его здесь. Патрик Миллер наш большой друг, тоже опытный эксперт, основатель многих инициатив по интеграции сообществ друг с другом. Всегда интересно привести, показать им опыт коллег из других стран. Точку зрения выступали коллеги из Китая, рассказывали, как ведется работа по кибербезопасности промышленных систем. Коллеги из Европы, в частности, Испанский центр кибербезопасности, рассказывал их глобальный обзор кибербезопасности по миру. Мой топ конференции включает в первую очередь конференция ESPO, которая проводится в США, последнее время она происходит в Майами. Дейл Питерсон как раз организатор и директор этой конференции. Считается, по моему мнению многих экспертов, наивысшая конференция по этой теме, конференция номер один. Мы очень внимательно следим за этой конференцией, участвуем мне как спикеры, участвуем как спонсоры, как компания, используем какие-то хорошие идеи оттуда. Другая конференция, которую хотелось бы отметить, европейская конференция CS3, которая происходит в Стокбольме. В Швеции коллеги тоже в свое время участвовали в СФО и видели, что такого же контента организации не хватает в Европе. И попытались создать что-то похожее со своей спецификой. Мы тоже участвуем, тоже дружим с организаторами и, соответственно, какие-то идеи берем оттуда. В отличие от названных конференций, они являются вендоронезависимыми. Мы же все-таки вендорская конференция. Мы не только приглашаем международных экспертов, мы еще и делимся своей экспертизой. То есть мы много делаем сами, много делаем ресерчей, контента, который выдаем на этой конференции. Я бы сказал, что в этом плане мы уникальны и нет таких больших вендорских конференций. Из наших основных конкурентов никто такое не делает. Мы пытаемся объединить донесения до аудитории нашей технологии, нашу экспертизу и создание большой комьюнити-площадки для сообщества, для встреч, для обмена идеями, мнениями. Многие люди отмечают, что мы одна из хороших инженерных конференций. Это очень приятно, потому что мы вкладываем большое количество усилий. Большая команда работает над этой конференцией. Продолжение следует...